Мне сегодня пришел мой первый счет за интернет, я так подозреваю, за август. Хотя какой счет может быть за август, если я там несколько дней буквально интернетом пользовался, это большой вопрос. Ну, тут в принципе и немного, 118 бат. А что, нормально? Копейки? Мне тут надо на пару часов уехать, вроде бы там надо снять какой-то новый открывшийся рынок, посмотрим, что это такое. Мы сегодня красавцы, решили все-таки походить по этому новому плавучему рынку, который здесь отстроили. Говорят, самое большое в южной части Таиланда. Насколько это правда, сейчас узнаем. Вот это я понимаю. Слушайте, действительно отгрохали, ни хрена себе. Здравствуйте, здравствуйте. Приветствует, знает, она не смотрит мой канал, знает. Самое главное, перед любым делом, перед началом любого дела, надо либо поесть, либо попить кофе. И подумать, да, и подумать, что делать. Ну, давай горячий. Ты тоже? Давай тоже. Ни хрена себе костюмчики Железного Человека. Интересно, из чего они сделаны? Кто тут видит? Пластик. Это пластик. Все равно прикольно, я вам скажу, очень здорово. А помните этот знаменитый момент фильма? О, спасибо, thank you very much. Я все не могу никак придумать, как это все снимать. На самом деле рынок такой довольно большой. Тут куча всяких ботиков, куча ресторанчиков. Но вот надо же как-то логику придумать, да, с самого начала, с чего начали, чем закончили и так далее. Вот я сейчас сижу, пока я туплю, честно говоря. Ваня тоже тупит, но в телефон. Да, тут хрен подсупишь. Не успеваешь? Ты заставляй себя. Отличительная особенность этого рынка в том, что здесь небольшой... Нет, не так. Сам рынок представляет из себя комплексы с около 300... Чего? Лавок, магазинчиков. Сам рынок представляет из себя комплексы из около 300 таких маленьких магазинчиков. Разнообразные товары со всего Таиланда. А, хуй там. Я думаю, этого достаточно, а дальше я уже буду текстом говорить. Интересная особенность. Все проходы между магазинами здесь названы как название улиц. Все, конечно, сделано с такой вот тайской утонченностью. Очень так мило, аккуратненько. Вот какие-то шарики цветные висят сверху. Ну, действительно, очень здорово. Так уютно, приятно ходить. Вот этих вот надувных дверей можно приобрести. Стоят они вполне недорого. Вот этот единорог стоит 3000 бат. А я думал, по нему поползать можно. Я уже готов был поснимать радостное веселье. А здесь у нас распродажа самых дешевых маек. 20 бат. А тут все по 100. А 4 вещи за 100. Ну, вот, пожалуйста. Тоже майки обычные. Девчуковые в основном. В принципе, этот рынок можно назвать стандартным тайским рынком. Есть здесь и тайская продукция, и тайские вещи какие-то. Ну, и вполне себе обычные, современные для туристов майки, шорты и так далее. Цены, правда, слегка выше, чем на обычных рынках. Половина магазинов закрыты. Половина ресторанов просто так пустуют. Ничего нету, никого нету. Наверное, потому что сентябрь, потому что низкий сезон. Не знаю. Ну, это какой-то девчуковый магазин. Гламурные кепочки. Ну, вот, смотрите, вот эти кепочки стоят 250 бат каждая. Такие вот гламурненькие, все как надо. За 50 бат можно купить билет вот на такую лодочку и проехать вот полностью вокруг этого рынка. Радость, конечно, сомнительная от такого мероприятия, потому что там вокруг этого рынка-то особо и делать нечего. Что там кататься на этой лодочке, непонятно. Да и вообще, честно говоря, этот рынок как-то слегка меня разочаровал. Ну, нечего здесь делать, совершенно. Не знаю, цены завышены, особо ничего интересного. Посидеть в кафешке, попить кофе. Так и кофе здесь дорогой. Вот это вот два капучино, которые мы попили, получилось 140 бат на двоих. По 70 бат. Ни хрена себе цены. У нас есть еще коптер. Мы, в принципе, готовы подняться. Ну, я готов подняться, но Ваня что-то очкует, потому что ветер. И боится, что коптер куда-нибудь нырнет. Сейчас попытаемся его уговорить. Вань, ну давай полетаем, ну давай полетаем, ну Вань, ну Вань, ну давай полетаем. Ну что, один за три штуки баксов ухандохали, давай второй подешевле ухандохаем. Сезон только начинается. Давай в конце сезона. Я все-таки Ваню уговорил. И, судя по всему, сейчас будем летать, да, Вань? Так это ты уговорил, да? Не-не-не, не я. Это ты сам решил, чтобы потом не было сам взрослый дядя. Мы куриц испугали. Там курицы в бешенстве просто. Что интересно, сзади меня охрана. И они что-то как-то заинтересовались нашими полетами. Но, правда, просто смотрят. Ничего не делают, не реагируют никак. Я хочу, чтобы Ваня как-нибудь так пролетел над самим вот туда вот рынком. Сверху его снять. Именно так плавненький такой пролет, чтобы был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все хорошо? Адреналинчик. Адреналинчик охапнул, естественно, конечно. Ладно, все, спасибо большое. Давай, до встречи тогда. Спасибо. Кстати, эпопея с GoPro так и продолжается. В прошлый раз, если вы помните, я повесил ее на шлем. Но на самом деле эта идея была еще хуже, чем предыдущая. Выяснилось, что моя голова трясется при поездке больше, чем вот эта вот хрень пластиковая впереди. Почему так происходит, я понятия не имею. И опытным путем я выяснил, что единственное место, которое более-менее не трясется, и куда можно повесить камеру, это вот здесь вот впереди. Вот эта часть вот этого щитка, или как она правильно называется, она действительно очень вибрирует. А вот эта почти всегда статична, полностью статична, даже когда очень сильно вибрирует вот эта часть. Поэтому у меня есть еще один вот такой вот держатель. Надо его повесить вот сюда. Ну вот теперь это выглядит как-то вот так вот. Капец, я скоро обклеиваю полностью вот этими держателями. Как моя мама сказала бы, на лоб себе повесь. А дальше нам надо ехать оплачивать интернет. Поехали. Мне сейчас надо постоянно монтировать ролики. Соответственно, у меня два винчестера. Но выход из макбука тоже только два. На одном мышка торчит, ну USB-шная имеется в виду. А второй занят моим веником. И надо два веника. То есть у меня был когда-то разветвитель, но я его где-то потерял во время переезда. Вот сейчас надо еще здесь купить разветвитель. Но вначале оплатить интернет. Это важно. Все. Теперь USB. USB. 300 рублей стоит. Но на самом деле переплатил, потому что можно было за 200 взять. Но здесь они плохо торгуются, к сожалению. Ну и поесть же надо. А то я себя что-то очень голодно чувствую. Вот сейчас как раз посмотрим. В Централ фестивале есть тоже такой фудкорт, как я вам рассказывал про Теско Лотос. И вот сейчас попробуем покушать здесь. Ну здесь в принципе все то же самое, что и в Теско Лотосе. Такие маленькие как бы кухонки, непонятно что, магазинчики или что это, лавки, где продают как раз еду. Совершенно разную. Вот к любой подходишь, смотришь, что здесь есть. Цены вполне себе хорошие. Очень даже. Есть тайская еда, есть там более-менее нормальная. Когда-то я с удовольствием ел здесь. Здесь очень классная еда, кстати, и недорого. Стейки всякие, рыбные, куриные, свиные. Тайские супы. Тоже, кстати, недорого. 70-50 бат. Ну и мясо, конечно, куда же без него-то. Вполне себе даже нормальная. Жареная курица вон. Свинина, все что хочешь. И это не острое. Я думаю, надо, наверное, рис взять. Окей. Ну вот, моя диета. Вареная курица, без кожи, соответственно, и голый рис. Больше ничего. Стоит это 40 бат. Стоит это 40 бат.